Когда речь заходит о баяне Рубин, готово-выборном, то все сразу вспоминают его левую клавиатуру. Правую не вспоминают, а левую вспоминают всегда. С большой благодарностью конструкторам и заводчанам. Хорошо, когда ему до 10 лет этому баяну, а точнее вот этой левой всей системе, которая называется готово-выборная. Но когда ему исполняется 20-30-35 лет, то все части здесь расшатываются. Напряжение приличное здесь, да? И здесь каретка ходит. Вот она каретка, как на пишущей машине. Вот она сейчас опустилась, эта каретка, да? Вот она поднялась, то есть вся ходуном ходит вот эта механика. Еще раз, вот она вся опустилась, все здесь 40 толкателей опустились, а теперь они поднялись, все 40 толкателей. Железо здесь дешевое, то есть до 10 лет оно служит верой и правдой. А потом оно начинает изгинаться, потому что везде идет натяжка и везде идет толкание. Вот. И достаточно полмиллиметра или там 0,7 миллиметра где-то получилось, чтобы и загнутость на этих толкателях, когда начинает уже, тогда уже начинает хандрить. Это вся левая клавиатура, вот. И опытные настройщики, когда уже исполнилось ему 25-30 лет, это инструмент до 35, они переводят его из состояния готово-выборного в готовое. То есть основная масса баянистов, она играет все-таки на готовом, то есть нормальном инструменте, вот, без выборки. Поэтому здесь есть один из моментов, как можно перевести его без лишних эмоций и без лишних последствий, а также чтобы ничего здесь не ломать. Значит, для этого нужно хорошенько знать его устройство, вот. И как ходит этот хэбель, то есть, ну, переключатель хэбель. То есть в положении, когда вот вся каретка наверх, вот эта, находится, это обычное звучание, то есть, ну, готовый инструмент. Вот мажор, вот минор, вот бас сейчас будет. Вот, это обычное звучание инструмента, да? Когда каретка вниз уходит, вот сейчас я нажму хэбель, раз, она ушла. Это уже будет выборка, то есть, одиночное звучание. И так переведем сейчас в готовое. В готовое, то есть, будет обычный инструмент. И так далее. Это обычный инструмент звучит. И тут достаточно знать, как одну пружинку можно снять на время, то есть, на год, на два, на три, то есть, или на месяц, сколько вам нужно. Вот в этом месте, сейчас я наведу аппарат, я думаю, будет видно, что я хотел здесь показать. Сейчас покрупнее. Вот, где красная черта, вот под красной чертой, вот, находится пружинка. Вот, я сейчас ее крашу красным цветом. Вот, если эту пружинку просто-напросто освободить, просто-напросто, вот я беру за один ее конец, и она уже все, она никуда не девается, никто ее не выбрасывает, ничего. Вот она находится в свободном своем положении. Вот она там осталась. То есть, вы ничего не ломаете, просто отсоединяете. Вот эта пружинка, она на своем крючке остается. Вот. А теперь, значит, нужно уже искусственно, уже хэбель, вот этот, а точнее, ну, этот переключатель, да, он-то остается тоже на своем месте, но он уже без действия, то есть, он ходит по воздуху. А теперь, значит, искусственно нужно поднять, нужно поднять эту каретку наверх, вот сейчас я это и делаю, вот наверх. Раз, вот так, двумя пальцами я ее поднял, наверх, она уже наверху находится. То есть, идет уже обычное звучание инструмента. Нормальное звучание, чисто баянный получается эффект и звучание чисто баянной левой клавиатуры и левой стороны. Итак, ничего не ломая, можно на несколько лет перевести его вот в такое положение, и это будет, дорогие друзья, готовый баян-инструмент, которому исполнилось 25-30 лет. То есть, можно играть, как на обычном инструменте. Всего доброго, до следующих музыкальных роликов. Субтитры сделал DimaTorzok